Внимание! В 244-м Борисовском резервном батальоне, склад которого находится на углу Александровской и Сокольничьей улиц, продаются обозные колеса. За справками можно обращаться к заведующему нестроевой командой поручику Шемякину. Итак, возвращаемся на 120 лет назад, в начало 20-го столетия. Поехали! Осеннее ненастье, нерадостный удел, и счастье, и несчастье, зачем я проглядел? И каких только чудес не случалось вот на этой Самарской улице с торжественным названием Александровская сто с лишним лет тому назад. Какие только не ходили по ней люди, и что только не носили они в карманах своих штанов и поддевок, а также в заплечных мешках. Но спросим мы их об этом, вряд ли они обрадовались бы нашему вопросу. Ну вот, например, в ноябре 1904 года из дома Тихна Ивановича Чугунова на Александровской улице вышел добрейший души человек, который, казалось, мог нести только добро и радость людям. Казалось, что это именно так. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что все было иначе. И вернувшийся поздно вечером домой Чугунов обнаружил, во-первых, выломанный у чулана пробой. Во-вторых, сломанный замок у сундука, стоявшего в этом чулане. И, наконец, в-третьих, похищенный из сундука самовар. Выходит, именно его, а не добро и радость нес вот по этой самой улице встреченный нами прохожий. А вот 6 декабря того же самого 1904 года пришло время удивляться жене чиновника Леплинской, также проживавшей в своем собственном доме на Александровской улице. Войдя домой, она обнаружила сломанный замок у сенной двери, выходивший во двор. Увидав это, госпожа Леплинская побоялась войти в квартиру одна и отправилась за квартирантами. А когда вместе с ними вернулась назад, никого в квартире уже не обнаружила. Неизвестно, сама ли она спугнула жуликов или спугнул кто-то до нее. Но вот только унести жулики ничегошеньки не успели и так покинули квартиру Леплинской с пустыми руками. Неожиданно жизнь. Коротка и неожиданно. Такой она была и больше века назад на Александровской улице, где на углу с полевой продольной в своем доме жил себе да поживал мещанин Земсков. 36 лет, вечером 29 октября 1902 года, в трезвом виде он вернулся домой из гостей после полуночи. Лег спать уже около двух часов ночи, а через час или полтора оказался бездыхальным. Для выяснения причин внезапной кончины Земскова, его тело было отправлено во вскрытный дом. Я с трудом лез в гору по булыжной мостовой. На обочине лежал калека и молил о помощи. Подайте, Христа ради, работать не могу и красть тоже. Я шел мимо и не обращал на него внимания. И только последние его слова оставили меня прислушаться и остановиться. Я взглянул на него. Он лежал на голой земле, без ног. На их месте были какие-то обрубки, завертые в тряпки. Что, работать не можете? Не могу, господин. И воровать не можете? И красть не могу тоже. Чего же вы тогда можете умереть с голоду? А чего хотите? Жить. Хоть впроголодь жить. Жить? Таким вот калекой жить хотите? Да, хочу. Как-то виновата отозвался на мой вопрос калека. Я посмотрел в его безумные глаза. И, достав деньги, отдал ему все, что у меня было. А после этого пошел своей дорогой. Автора этой миниатюры о нищем звали Борис Краснослободский. Известно, что в 1918-1920 годах он проживал по адресу улица Александровская, дом 30, квартира 1. Сведений о его жизни сохранилось совсем немного. Он появился на свет в декабре 1883 года в Самаре. В 99-м вступил в Самарскую духовную семинарию, которую окончил в 907-м, пройдя полный курс шестилетнего обучения. В дальнейшем он обучался в Варшавском императорском университете. Сначала на естественном факультете, а затем перешел на юридический. С 1 августа 1914 по январь 1918 служил помощником присяжного поверенного в Самарском окружном суде. С января по сентябрь 1918 юрисконсультом в Кооперативном банке. А кроме того, с января 1918 по 20 апреля 1920 был редактором журнала «Кооперация и жизнь», где также заведовал культурным отделом. В 1920 году привлекался ЧК за принадлежность к партии эсеров. Но за недоказанностью дело было прекращено. Сведений о его дальнейшей жизни найти не удалось. А вот еще одна миниатюра, действие которой тоже происходит на этой Самарской улице, нашлась. Вот она. Она шла по улице с бельмами на глазах, старая-старая, вся в морщинках и в худых отрепьях. Шла, нащупывая корявой палкой, свой путь спотыкаясь чуть ли не на каждом шагу о камне. Я невольно остановился и дал ей дорогу. А когда она прошла, крикнул ей вслед, «Куда идешь, старая? Топиться, батюшка?» Покорно ответила она, «Я опешил. Так старательно идти на смерть?» Да, вот так старательно идти на смерть могла так только безродная старость, которую не брал ни голод, ни холод, ни лихой человек. И могла взять только одна водная стихия. «Идем», — решительно сказал я и пошел вместе с старухой. И всю дорогу мне казалось, что я веду ее и на страшное дело, и на смерть, а иду на какой-нибудь благотворительный вечер, где решился оставить все содержимое своего денежного кошелька. А мы тем временем поговорим о нравах самарских домовладельцев, как называлась заметка в Самарской газете «Увидевшая свет» в 1902 году. «Есть в Самаре Александровская улица», — говорилось в этой заметке. А на ней, между Самарской и Садовой, дом номер 44, принадлежащий мещанину Глухову. На доме его в течение нескольких месяцев красовалась записка о сдаче квартиры. А недавно по этой улице проходил чиновник почтово-телеграфного ведомства «Винч», который, увидев эту записку, зашел посмотреть квартиру. Она ему понравилась, и он условился с Глуховым о цене. А чтобы не было обмана, Глухов потребовал задаток в два рубля, каковой и был ему дан. Со своей же стороны Глухов крестился Большим Крестом. Но когда в назначенный день Винч подъехал со своим имуществом к дому на Александровской, оказалось, что Глухов уже сдал квартиру другому квартиранту. В ночь на 15 марта 1902 года в верхнем этаже дома «Филиппович» на Александровской улице вспыхнул пожар, который был потушен пожарной командой третьей части. Причиной этого пожара стала балка, которая уже три дня тлела возле печи. Но печально не это, а то, что во время выноски вещей к хозяевам дома присоединилось много добровольных помощников, которые работали дружно и с энтузиазмом. Однако после того, как пожар был потушен, хозяева квартиры уже не знали, плакать им или смеяться. Вместе с помощниками из кучи спасенного исчезло много ценных вещей. А вот 3 апреля около 5 часов утра пожар вспыхнул уже в доме самарского мещанина Родионова на той же самой Александровской улице. Пожар начался в помещении, которое сдавалось другому мещанину, Дашкевичу, и использовалось для копчения окороков. А вот для тушения пожара пришлось разломать и крышу, и потолок. В результате этого приключения домовладельцу был причинен убыток на сумму в 300 рублей. А вот убыток квартиросъемщика Дашкевича выяснить не удалось по случаю его отсутствия. Хорошо, что все постройки Родионова были застрахованы в городском страховом обществе, что позволило домовладельцу уже на завтра спокойно спать и видеть во сне сладкие сны. Но я не вспоминаю давнишнего Алуна и в рюмку наливаю дешевого вина. С вами был Михаил Перепелкин.